Такая покраска стен, столбов, ворот и из баллончиков – не хулиганство. Это не мало, не много – бой со смертью. Ведь закрашивают активисты рекламу запрещенных веществ. Один из таких рейдов провели к Международному дню борьбы с наркотиками. Он отмечается сегодня. Стены домов, железные заборы, столбы и даже канализационные люки. Стендом для рекламы наркотиков становится любая заметная глазу прохожего поверхность. Обычно это ссылки на телеграм-каналы или путь в так называемые группы радости, где радостью, конечно же, назвать нечего. А значит, такие ссылки и пути нужно перекрывать. Вероника Насачева в антинаркотическом рейде с друзьями-активистами Молодой гвардии Единой России второй раз. О вреде наркотиков знает немного, но понимает, как важно не дать им хода. Я считаю, что это очень важно, потому что дети переходят по этим ссылкам, становятся наркоманами. Это все очень плохо. И вообще наркотик – это путь только к одному – к смерти. Никогда не пользоваться этими ссылками, не звонить на сомнительные сайты, заходить, да, наркотические, экстремистские, да. Лучше заниматься спортом, общественной деятельностью, петь, танцевать, заниматься спортом и учиться хорошо. В такие рейды активисты, общественники антинаркотических организаций, сотрудники администрации выходят регулярно. За день удается закрасить больше полусотни спиртильных граффити. У нас есть газель, есть ребята, которые приезжают, смотрят. Есть люди, где-то более 500 волонтеров. Это мамы с колясками, это бабушки, дедушки, которые нам фотографируют, дают адреса. Эти люди сегодня объединены одной целью – борьбой с наркоманией. То есть, даже если в их семью не пришла эта беда и боль, но они сочувствуют тому, что сейчас происходит вокруг, страдают семьи, разрушаются семьи, молодежь портит себе здоровье. И также эти люди сопереживают вместе с нами и пришли поддержать эту акцию. Такие рейды сейчас проводятся во всех городах и районах области. Акция «Очистим наши улицы» Всероссийская.